Добрый день! Мужчина 51 год, апноэ сна, прибавил в весе, спит очень тревожно, сам по себе достаточно тревожный, иногда спит сидя, в 2019 году перенес инфаркт, поставили два стенда, таблетки принимает по назначению кардиолога, не может ограничить себя в еде, посоветуйте что делать? Но, естественно, заочно посоветовать что делать, назначить какое-то лечение я не могу, то, что касается ночного апноэ сна, первая рекомендация, естественно, это снижение веса, если он избыточный, с учетом того, что кардиологические проблемы уже есть, лечение по направлению кардиологии. Интересные программы по лечению апноэ сна есть в санатории Барвиха, там используется система подачи кислорода во время сна для предотвращения вот этого апноэ. Ну, что по моему профилю? Конечно, по моему профилю здесь можно обратить внимание на невозможность контролировать пищевое поведение и, возможно, теоретически предполагаемо, опять же, не видя пациента, не могу утверждать тревожность. В принципе, то и другое можно в какой-то степени, возможно, опять-таки, корректировать и через психотерапию, либо психофармакотерапию. Если использовать какие-то психотропные препараты, конечно, надо учитывать, что, допустим, классические бензодиазепины, которые снижают тревожность, они при апноэ сна категорически противопоказаны, их использовать нельзя. А вот в плане, допустим, антидепрессантов, может быть, сбалансированных антидепрессантов, тут можно варианты рассматривать. То есть, наличие тревожности, наличие беспокойства, наличие неконтролируемого пищевого поведения само по себе является мощным предиктом того, чтобы вот это самое апноэ сна никуда не ушло. Чем это корректировать? Естественно, не в виде пациента я сказать не могу, но, тем не менее, вот эти вот два направления по тревожности, по беспокойству и по нарушениям пищевого поведения я бы, конечно, принял во внимание. Если человек сам с этим не справляется и не может это никак контролировать, то тогда, да, тогда имеет смысл обращаться к специалисту, психиатру, психотерапевту. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok